Это уже 12-й съезд работников Фемиды. Участие в нем приняли около 430 судей со всей республики. Главным вопросом в повестке значилось избрание членов Совета Судей. Вообще такое мероприятие происходит один раз в три года, и судьи считают его особенно важным. А в этом году и вовсе, потому что в стране произошли изменения конституционные. Соответственно, эти изменения коснулись и структур судебной системы. Впрочем, центральная часть мероприятия заключалась не в технической процедуре избрания, а скорее во встрече всех работников судов друг с другом, где на высоком уровне были заявлены достижения, проблемы и планы по их решению. Судьи сегодня во многом работают по-новому. Это благодаря внедрению цифровых систем. Даже в судебных залах самых отдаленных районов страны сегодня установлены аппаратные комплексы аудио- и видеофиксации. Есть-то они, есть. Только, как говорят правозащитники и даже в аппарате омбудсмена, системы фиксации не всегда работают или намеренно выключены, или записи не сохраняются, в результате чего адвокаты по многим резонансным делам не могут получить видеофайлы заседаний для работы с ними. Еще одним новшеством, которое, как отмечают судьи, положительно сказалось на их работе, это автоматическое распределение дел. Их теперь раздают не вручную, это делает программа. Как итог, нагрузка идет равномерная, а не так, что один рассматривает сотни дел, а другой пару десяток. Вопреки ожиданиям, положительно судей восприняли и ротацию. Я сама выросла, родилась и выросла в Джалабадской области. Студенчество, начало своей карьеры, я начала работать в городе Бишкев, и далее потом указом президента была назначена в Оржский городской суд. У нас же у кыргызов очень тесные семейные связи, родственные связи. И вот мне, как бы работая в Оржском городском суде, комфортно, да, комфортно. И я на себе почувствовала, что действительно, когда ты работаешь в другом регионе, где нет слишком тесных связей, то это, наверное, очень благоприятно сказывается на работе. Есть еще одна частая жалоба участников судебного процесса, что разные инстанции принимают разные решения по одному и тому же делу. Например, городские суды, так как это уже вторая инстанция, к ним, по сути, поступает обжалование приговора первой инстанции. То есть с требованием рассмотреть, насколько справедливо районные судьи применили закон в конкретном случае. В результате они либо оставляют решение первой инстанции в силе, либо отменяют его. Однако Азиз Досмамбетов отмечает, что это не более чем заблуждение. Первичные инстанции он рассматривает, как вы сказали, по существу. Но это неправда, апелляционные инстанции тоже рассматривают по существу. И другое дело, это порядок апелляций, его рассматривают коллеги в количестве троих судей. Поэтому это коллегиальное рассмотрение жалобы, и оно также рассматривается по существу. И предполагая, что только районный суд по существу, это неверно. Апелляционные инстанции вполне принимают решения, исследуют все обстоятельства и новые доказательства, оценку давать. Поэтому все то же самое, по сути, когда апелляционные инстанции рассматривают дела. Ну, есть небольшие ограничения, но это почти их нет. Любая встреча с участием или на тему судебной системы сводится к давней проблеме – низкому доверию граждан к суде. В начале года Минфин сообщал, что у некоторых работников Фемиды зарплата теперь составляет 160 тысяч сомов. Однако граждане все равно сомневаются, что при таких возможностях, что есть у судей, рассматривающих особенно бизнес, споры или по недвижимости, они не поддадутся соблазну взять вознаграждение и не поступятся порядочностью. Вопрос сложности и в то же время ответственности судейской работы сегодня не мог не отметить и президент Садыр Джапар, который также принял участие в этом курултае. Судья, бросающие тень на беспристрастность, компетентность и справедливость судей, нарушение этических норм поведения судей, не только наносят ущерб репутации отдельного судьи, это также подрывает мою репутацию как президента страны. Поэтому сколько бы хороших законов не было принято, какие бы ни были созданы хорошие условия для работы судей, если судебная система не будет обновлена и очищена, её будет трудно изменить. Если проанализировать нынешний качественный состав судей, то большинство из них назначались работать с судьями в регионы, где родились и выросли. Есть судьи, которые находятся в одном и том же месте уже много лет. Такую систему необходимо без промедления ломать и приводить в порядок путём ротации. Новый глава Верховного суда Замербек Базарбеков также призвал своих коллег к объективности соблюдения верховенства права при отправлении правосудия. Практика единообразного применения норм законов должна быть в отношении всех, без избирательности. Вместе с тем глава судебной ветви встал и на защиту своих коллег. Садыр Нуркоджоевич, вы сказали, что направленные действия должны укрепить веру в судей и их объективность, что поведение некоторых судей отражается на авторитете других их коллег и президента. Наши цели совпадают, но тут возникают вопросы. Независимость судей заключается в том, чтобы никто не вмешивался в их работу и не нарушал их права. Судья должен иметь возможность защитить себя. В прошлом году вы говорили о зарплате и о том, что судьи никому не будут подчиняться, чтобы таким образом принимать справедливые решения. Но вмешательства со стороны есть. И это не просто сказывается на отправлении ими правосудия. Урон наносится их авторитету. Многие судьи не могут защитить себя от воздействия правоохранительных структур, которые очерняют работников Фемиды, стараются привлечь к ответственности многих, добиваясь на это разрешения. Они не могут быть независимыми, будучи запуганными. Зная свои права, они всё равно вынуждены нарушать закон под давлением. Обращаюсь к сотрудникам Генеральной прокуратуры, Государственного комитета национальной безопасности, Министерства внутренних дел. Прекратить практику вмешательства в работу судей, давление на судей и затягивание нужных вам дел. Пусть это будет моим строгим предупреждением для вас. Каждый должен быть занят только своей работой. Нет необходимости давить на судей, если вы выполняете свои обязанности правильно и в соответствии с законом, потому что закон един для всех. Судей, в отношении которых возбуждались дела за последние несколько лет, было с десяток, в том числе и в отношении к главе Верховного суда Гульбары Калиевой. Затронул Базарбеков и проблему с затягиванием сроков рассмотрения дел. И судмедэкспертиз, который приходится ждать по два года. Все это требует решений, но кроме проблемных вопросов, были сегодня и приятные. Около 20 судей получили различные награды. Кто-то почетные грамоты от президента, другие благодарность. Третий – именные часы.